Этот сборник можно назвать уникальным. Издание «Древности поочи» было подготовлено для Василия Судакова, историка и археолога, в качестве подарка к юбилею. Подобные презенты традиционны для академической среды в целом, но в рязанской истории, пожалуй, это первый и пока единственный случай. Я об этом издании совершенно не знал в тот момент, когда она готовилась. То есть это рязанский историк Кривейческого общества, который создан, членом которого я являюсь, оно по своей инициативе подготовило сборник статей, в основном по археологии и истории, и посвятили как раз юбилею, который был в октябре прошлого года. То есть я о нем ничего не знал. «Древности поочи» – первое издание, вышедшее под эгиды Рязанского историко-культурного общества. Создано это объединение было менее года назад, но сегодня именно его можно назвать преемником Рязанской ученой архивной комиссии. Создавалось оно с целью сохранить среду для обсуждения научных трудов, посвященных истории и культуре Рязанского края. Для ученого мира это немаловажно. Когда мы, работая каждый над своей темой, имеем возможность обсудить то, что мы делаем, показать другим, что мы делаем, выслушать критику, замечания, может быть узнать что-то новое от других. И вот так немножко по-средневековому, рутинно происходит работа, и никак иначе. Рязанское историко-культурное общество объединило специалистов, работающих в университетах, музеях, библиотеках города, архиве, то есть тех, кто профессионально занимается изучением истории и культуры преимущественно Рязанского края. И здесь члены общества подчеркивают, не стоит забывать, что культура нашей малой родины является частью культуры общероссийской. Когда мы с такой точки зрения смотрим на все сюжеты, связанные с историей и культурой Рязанского края, то у нас появляется возможность писать это в большой исторический контекст общей истории России. И тогда наша работа становится интересной не только здесь, в Рязани, но и за ее пределами. Авторами материалов, вошедших в книгу «Древности поочий», являются не только члены Рязанского историко-культурного общества, но и ученые со всей России, друзья и коллеги Василия Судакова. Всего же издание включило более 20 статей, которые посвящены не только археологии. Сборник объединяет материалы по различным направлениям исторического знания. Так, например, Дмитрий Филиппов, заместитель директора Государственного архива Рязанской области, подготовил статью об истории Татарской горы города Касимова. История эта, собственно, связана не столько с периодом татарского владения вот этим местом в городе, а это история Татарской горы после царства. То есть, как складывалась история вот этой владельческой усадьбы ханов Касимовских в период, когда сами ханы перестали существовать как явление. Данный сборник, благодаря широкому спектру освещаемых вопросов, несомненно, будет полезен и интересен не только специалистам, но и студентам, преподавателям и всем, кто интересуется историей родного края. Ну а для Василия Судакова это прежде всего знак признания и уважения, которые испытывают к нему многочисленные друзья и коллеги. Продолжение следует...